Здравствуйте, дорогие наши друзья! Я рада, что могу продолжить своё служение на нашем канале, канале нашей Церкви «Будни счастливого пенсионера». Открывается нам сейчас на собственном опыте, как быть пенсионером и счастливым. Продолжение первого видео, где я говорила свои мысли о том, что все сроки жизни у Бога и о жизнелюбии. И позвольте мне, я продолжу это служение. Раньше мы об этом говорили в Церкви, мы об этом говорили с Роней, а теперь Бог мне положил на сердце, чтобы я говорила с вами. Сегодня выдалось трудное утро, но главное, что Бог нам дал силы и даже совершать победы, совершать победы и радоваться. То есть в любое время, то время, которое даёт нам Бог, можно найти причину для того, чтобы огорчаться, и причину для того, чтобы радоваться. И Бог нам дал такую победу. Она определяется, конечно, не глобальными размерами, а маленькими. И в этой победе я опять увидела силу жизнелюбия. Да, для того, чтобы больному с таким заболеванием, как Роня, сходить в туалет, для этого нужна тоже Божья поддержка. Когда-то мама сидела в туалете и молилась. Об этом мне принято говорить. И я раньше бы не понимала, что значит молиться, например, в туалете. И я спрашивала одного из наших верующих, который сказал мне, что Иисус меня любит, мама молится в Суе. Посмотрите, она же молится в Суе. Она не стоит перед иконой. Не то, что перед иконой, но вот вид её неопрятный где-то, или в пижаме она молится. И этот человек мне сказал, вы думаете, что мама молится в Суе? Я говорю, да, это нехорошо. Этот человек стал меня звать по имени, и смотрит на меня и зовёт, и говорит, Лена. Я смотрю на него, я слышу его. Лена! Я смотрю на него и не понимаю, что он от меня хочет. А он опять меня зовёт. Лена! А я стою здесь на кухне, на маминой кухне. Он должен был меня проводить на аэропорт. И мне это надоело. И тогда Володя его зовут, Володя Щеглов. Он мне сказал такую вещь. Вот сейчас я обращаюсь к вам в Суе. То есть я обращаюсь не с воздыханием, обращаюсь не за помощью, не для того, чтобы вас прославить или что-то попросить, а просто Господи, Господи, Господи. То есть просто так. И вам это неприятно, Богу тоже это неприятно. И он говорит, не надо молиться в Суе, а ваша мама молится для того, чтобы призвать Бога в свою жизнь. Вот в старости это очень необходимо. И чтобы покушать, и чтобы сходить в туалет, чтобы принять душ или помыться, чтобы даже подойти к холодильнику, взять какую-то еду, убрать за собой. Это столько занятий, которые в молодости даже не замечаешь. Моя мама в старости, она, как и папа, дожили до 93 лет. Она говорила Лене, даже удивительно. Моё занятие – это кухня. Ну, она всегда слушала новости. И не обращались соседи. И всё, день прошёл. То есть жизнь уже идёт по другим измерениям. И вот эти сроки жизненные, о которых я хочу говорить, это о старости. Вот сохранить жизнелюбие в старости и в болезни – это очень трудно. Я начну с того, что говорил пастор Абай. «Быть старым человеком считалось быть Божьим любимчиком». Это была большая честь для человека, потому что Бог его сохранил до старости. Дал ему насыщение жизнью, и чтобы в смерть он пришёл уже как бы осознанно. Устал жить и приходит к Богу, отдаёт Богу душу, но не сопротивляясь. Вот эта старость благословенная. И жители деревни в древности или города к старым людям обращались очень уважительно, потому что так они обращались как бы к Богу, который сохранил этому человеку жизнь. А в настоящее время слово «старик», «старуха» – они оскорбительны для людей. Но это есть. Через это мир идёт к погибели. И когда пришёл Иисус на землю, Он сказал своим ученикам, «Я не пришёл судить мир, он осуждён. Я пришёл спасти грешника». Вот так. Уже детские годы, юношеские годы, зрелые годы даны человеку для того, чтобы подойти к старости, чтобы старость была освящённая теми делами, которые были сделаны человеком в жизни. Жизнелюбие, оно проявляется хорошо у детей, в юности, в молодости. И жизнелюбие как-то гаснет уже в старости. То есть начинается переосмысление жизни, но оно всё равно у нас живёт. Так как этот фильм – это просто беседа, не запрограммированная, то я могу поговорить о жизнелюбии на примере западного человека и нас, людей, которые живут открытой душой. Ехали в путешествие на нашем мобиломе на 8 человек. С нами были дети, внуки, и мы были счастливы. И вот в городе Рейн, во Франции, на самом таком оживлённом перекрёстке у нас блокируется мотор. Мы стоим, сзади нас сигналят машины у детей. И у меня, у нас был нервный смех. Мы смеялись, потому что мы не знали, что делать, и нам было даже первый раз смешно. Это не жизнелюбие, это защитная реакция человека от стресса. У Рони такой защитной реакции не было. Вы делаете, вы не понимаете, что сейчас происходит. И он хотел эту проблему разрешить, но не мог. Слава Богу, что у нас был такой человек, как Рони. Он в критических ситуациях, он делает то, что нужно делать без вот этих нервных стрессов. Так что это было не жизнелюбие, а это было просто, это была защитная реакция. Но в этой защитной реакции у нас было то, что не было у Рони. Мы знали, что Бог нас защитит. Мы не могли ничего сделать с мотором, мы не могли помочь Роне, но мы смеялись, потому что внутри нас была эта вера. Мы помолились, что Бог нас защитит. А Ронни не доверял так Богу. И вот я думаю, что вот сейчас, вот в эти дни, моя жизненная позиция жизнелюбия такая, что я доверяю Богу. Вот началось всё с того, что когда всё было против меня, я задыхалась, у меня был кавирус, Ронни страдал в больнице, у Вити закрылось предприятие, и это не всё, что я вам перечислила. После всех этих стрессов уже прошло два месяца, как Ронни болел. И несмотря на то, что с самого начала его выписали умирать, но он продолжал жить, и вот я просто обратилась к Богу. Вот мне Ронни сегодня, когда я читала Петра, он говорит, как это обратиться к Богу, возопить на нидерландском рупинг, я возопил к Богу. Я говорю, вот как я, когда тебя не было, я просто сказала Богу, ну вот, всё, а что дальше? Что дальше? И дальше мне Бог сказал, доверься мне, доверь Роне, Витю, всех, кого ты любишь, мне и доверь свою жизнь. Именно доверие, вот это доверие, доверие Богу помогло мне принять жизнелюбие. Но я его странным образом приняла. У меня была эйфория, ребята, у меня была настоящая эйфория. Мне казалось, я свободна. Всё, я всех раздала, я уже не имею этой вот ответственности. Бог теперь несёт за меня эту ответственность. Я ещё была в караване одна, на кемпинге. Я вышла на улицу, я чувствовала свободу, я помылась. У нас душ, кстати, на пенке, на кемпинге прекрасный, душ тёплый. Я себя переодела, я убирала дома, все уголки почистила, потому что когда-то пастор Аббай говорит, хотите привести жизнь в порядок перед Богом, хотите ваши мысли привести в порядок, начинайте с дальнего угла вашей комнаты, вашей квартиры, потому что это начало, когда мы начинаем убирать жильё, где мы живём, двор, где мы живём. Этим мы и мысли приводим в порядок. Ну, вот так вот. Я всем звонила и говорила, я счастлива, я свободна, у меня прекрасное настроение, Бог со мной. Ну, я могу сказать, что на следующий день я поняла, что это была просто эйфория. Она мне была нужна, потому что эмоции, эмоции нужны человеку. Пастор Абай говорит, наш Бог эмоционален. Он обращается к своему народу эмоционально. Он с ним радуется искренне, огорчается искренне. Иногда он гневается, но искренне и искренне милосерден. Вот. И тогда уже началась моя духовная работа, борьба. Только мне захочется, и только мне захочется войти вот в это состояние, состояние непреодолеваемой тоски. Так я начинаю радоваться. А я радуюсь этому дню. Бог со мной. А я радуюсь. И у меня есть такие песни-хвалы, которые меня поддерживают, поддерживают. Вот. И хвалить Бога. «Славлю тебя утром, славлю тебя ночью, каждый день я славлю тебя. Славлю тебя в горе, славлю тебя в счастье, каждый день я славлю тебя». То есть, понимая это, я успокаиваюсь и начинаю делать свое дело. Я знаю, что это очень трудно, но это возможно, когда ты веришь, что Бог в испытаниях стоит рядом с тобой. Когда ты веришь, что Он не даст тебе больше, чем можешь ты перетерпеть. Иногда бывают такие мысли, ну, я уже больше не могу. И тогда я начинаю себя воспитывать тем, утешать тем, что Бог сказал. Значит, я могу, значит, я справлюсь. А если я слаба, то поддержи меня, Бог. И вот мы недавно тоже с Роней поднимались из-за стола, тоже так же, как когда-то я с папой поднималась, я говорю, ну, все, давай, Роня, с Божьей силой, с Иисусом Христом мы поднимемся. Время уже было идти на кровать. Слава Богу, у нас небольшая площадь и неудобно ухаживать за Роней. То есть, все находится под рукой. И когда он слабеет, то вот я даже могу вам показать. Может быть, даже некрасиво как-то, может быть, даже у меня не получится, так как в действительности это есть. Ну, вот, телевизор, кухня, а там дальше наша спальня, вот, и туалет рядом со спальней. Поэтому вот Бог так усмотрел, что мне говорили, как вы можете в караване с больным, а это наоборот, нам облегчение. Вот. Значит, с Божьей помощью мы поднимаемся, мы ходим, и иногда от таблеток Роня не может двигаться, проседают ноги, но тогда, как он сказал, моя опора. И в нашей жизни сразу, хотела бы сказать, чтобы не было сомнений, когда начинают жалеть, наша жизнь протекает так же, как жизнь и других семьях, где нету болезни, ну, где есть работа, где есть дети, так же у нас бывают моменты счастья. Вот, когда вчера Роня говорит, давай, ну, ложись со мной, мы, ну, как чувствуем себя, ну, как в единстве. дети к нам приезжали, моя старшая дочь, и они меня возили в парк, чтобы развеялось, не то, чтобы погулять, чтобы дети погуляли, это уже было темно ночью, просто, чтобы я вышла на полчаса из каравана, вот. И, ну, зять говорит, Саша всегда говорит, что она где-то несчастлива, что-то у нее нет, и посуда не убрана, и она придет, она устала, и с детьми надо заниматься, и, и, в общем, она не чувствует счастья. Я слушала их разговор, и потом говорю, а у меня счастье, когда Роня сидит и смотрит вместе со мной телевизор, это счастье. Вот. И сегодня, когда мы с ним говорили, за столом, он очень противный, я вижу, что ему сложно взять там кусочек хлеба или чай пить, и когда я ему хочу помочь рефлекторно, он начинает возмущаться. Я говорю, ну, ты понимаешь, я хочу тебе помочь, а ты относишься ко мне как к врагу. Он говорит, я по-другому не могу, я же тебя не просил мне помочь. И вот он до конца трудился, и кусочек за кусочком он поел. И я говорю, ты знаешь, ты служишь людям, когда я рассказываю о тебе. Он говорит, каким образом? Вот, я сказала, что я рассказываю о нём. и он говорит, я из последних сил хочу выздороветь. То Ронни пожелтел. Домашний доктор в Бельгии сказал, немедленно в больницу, а мы были в Германии. В Германии Ронни не захотел идти к доктору, потому что я бы его не навещала, я не умею водить машину. И вот мы проехали 400 километров, и сразу уже в попальну пошли в больницу, доктор нас сразу положила в больницу. Прошло три недели, и в мой день рождения, это 13 декабря, я забирала Ронни умирать. В принципе, Ронни там не взлюбили, потому что он видел плохую организацию медперсонала. Это он написал в книге, где он должен расписаться за то, что он согласен на оперативное вмешательство, что и если ему что-то давали, он должен был знать, что ему дают, какой диагноз ему ставят. У нас была полная изоляция, особенно после того, как я увидела, что после оперативного вмешательства у него началась инфекция, сепсис, температура, раздражение брюшины, и никто на него не обращал внимания. И когда я говорю, он у меня температурит медсестре, которые сидят за столом, мне говорят, это не может быть. Я говорю, то, что умирают на больничных коек без помощи, это может быть, и тогда я признала, что я доктор. И этим я ожесточила медперсонал этого отделения против меня иронии, потому что уже я имела такой опыт, когда я веду себя очень скромно, но люди, зная, что я доктор, они не признают мою скромность и почему-то идут ва-банк. Так, ну, нас просто выпихнули из отделения и о диагнозе сказано было Роне домашним доктором без меня. И я говорю, вот сегодня я сказала Роне, Роне, ведь ты сам выбрал, ты сам сказал доктору, не надо, мне не надо никакой медицинской помощи, я приму то, что есть. То есть я прожил хорошую жизнь, достаточно много у меня было совершений, богатую событиями, хотя и не был богат. вот, и я хочу, чтобы всё шло к тому, то есть к смерти. Я это услышала уже в конце, когда он или подписал, или нет, но ему назначалось уже палеотивное наблюдение, то есть доктор говорит, до Нового года осталось немного времени, я постараюсь, чтобы у вас к вам приходила сестра и в лучшем случае давайте мы вас положим в палеотивное отделение. Ронни сказал, без моей жены ни шагу. Ну вот, поэтому он остался со мной. Я к чему это говорю? А к тому, что в этот раз Ронни осознанно понимал, что он был неправ, что это жизнелюбие, которое мы потеряли вот в этом том году, сначала осенью, подосенью мы потеряли жизнелюбие, как-то стало тоскливо на душе, дожди, дожди, серость, так называемые собачьи ноябрьские дни, и мы потеряли это жизнелюбие. И вот теперь Бог дал уроки, я говорю, вот через твой урок пускай другие учатся, потому что жизнь прекрасна. Даже такие моменты, ну, тяжёлые моменты, но тогда, когда ты доверяешь Богу. Каждая жизнь, она прекрасна тем, что в любой момент может произойти чудо. И Бог верующим своим не даёт такие беды, Он даёт испытания по срокам. Если мы приняли урок, то Бог даёт нам послабление. Награда будет на небесах, а здесь даёт какое-то послабление, как вот в проповеди, которую я готовлю, что Бог обещает евреям победу, но Он им не даёт победу в этой жизни, а обещает окончательную победу в другой жизни. Но когда евреи, они тругятся для этой победы, Он чуть-чуть облегчает им жизнь. И вот за это чуть-чуть надо бороться. И оно приходит. Просветление. Вот. Вот это жизнелюбие. То есть мы боремся со старостью. Сейчас очень большая компания делать людей постоянно молодыми. Люди трудятся для этого иногда до такой степени, что занимаются гимнастикой, что потом у них суставы уже не работают, болят. Я уже видела таких людей с повисшими руками. Видела и стареньких девочек, которые выглядят как девочки, одеты как девочки, а лицо ужасной старушки. Это даже страшное зрелище. Эти все гормональные препараты, которые сохраняют не только тело как бы молодым, но и сексуальную активность, которая не свойственна уже в пожилом возрасте и людей вводит в какие-то проблемы. Борьба со старостью, она показывает то, что человек нищет духом, что этот человек, который борется со старостью, он нищет духом, он не видит перспективы. Вот часто, когда мы служим в Бельгии, служим и православным, которые приехали сюда, русскоговорящим, и служим и бельгийцам, и вот чаще всего мы встречаемся с таким пониманием жизни, что смерть, мне так и говорят, вот растение, оно умерло, оно засохло, его просто убирают, загорают, и ничего нет. Но когда я еще была маленькая, маленькая, когда я была юная, я была уверена, что мои страдания, я испытывала страдания в детстве, в юности, в юности меньше, вот мои страдания, мое ощущение, оно не проходит, оно не может пройти, потому что оно не может умереть, оно вне меня, и в то же время во мне, и я почему-то раньше, уже будучи взрослой, я не признавала это. Потом были различные идеи о универсум, о разуме и прочее, прочее, они давали мне пищу для осмысления. И вот теперь, когда я, когда Бог меня призвал, когда Он мне открылся, когда Он сказал, что Иисус меня любит, я приняла полностью это моё спасение в Иисусе Христе и жизнь вечную. Поэтому всё, что мы накопили, это наши победы духовные, наши падения духовные, которые помогают нам, дают нам уроки, это всё перед Богом драгоценное. Это написано в книге жизни. Жизнелюбие даёт нам поддержку менять себя. Вот прежде всего, когда я почувствовала жизнелюбие, я изменила себя. Сначала внешне, теперь я изменяю себя внутренне. И вот совсем недавно я заметила, что я уже не обижаюсь, я очень обидчивый человек. я рассеянный, обидчивый человек, но эти обиды, я стараюсь бороться с ними, но у меня ничего не получается. Ещё в юности я заметила, что мои обиды, они несут людям какие-то неприятности. Я так подумала, потому что оно повторялось. И я не обижалась громогласно, я обижалась внутри, я просто уходила от этого человека. Потом я видела, что с этим человеком что-то случалось. И я не могла его даже утешить, потому что я уже как бы убрала этого человека из своей жизни. И в наших отношениях с Роней я старалась быть необидчивой, но он меня доводил, потому что он борец. Он не может просто так в разговоре со мной сказать, что он неправ. Он потом скажет, что он неправ, он извинится, но он не может сразу это сделать. У него вот такая напористость. Вот я, когда я уже начинаю обижаться, всё, начинается у нас всё по-другому переигрываться. Он начинает ко мне хорошо относиться, но я думаю, что это заигрывание, и от обиды я это не могу принять. и вот это время благословенное дано мне, что я перестала обижаться. И даже когда он что-то говорит несправедливое, ну, это Ронни, и я ему говорю, это несправедливо, это так и так, но я не обижаюсь, понимаете? И для него это большое облегчение. Вот такая победа, такую победу даёт мне жизнелюбие. Жизнелюбие это даёт мне ту перспективу, ради которой стоит и пережить это, стоит трудиться, стоит жить. Перспектива у Бога. Быть старым человеком это благословение. Теперь от старого человека не требуется каких-то свершений, быть ответственными. Другая миссия. Миссия поддержать, выслушать, как вот я сейчас. Раньше у меня не было контакта с детьми Руни. Они воспитаны своим временем. Обман, похоть. Я молилась, чтобы в моём сердце была к ним любовь. У меня не было любви. Я видела, что они обманывают. Я видела, что в них нету духовной работы, духовности. Духовность очень низкая. Она определяется материальными ценностями. я не могла их принять как родных. Но я скажу вам, когда я стала жизнелюбивой, когда я нахожусь уже в возрасте, в таком возрасте, когда я не принимаю участия, не даю советы, я просто могу выслушать, могу посетовать, могу утешить. Жизнелюбие это дар, который Бог дает детям своим. И я желаю всем принять его и за него бороться. Мы вас любим.